Я по рекламу Маглевку прошу уголок у Маглевки. Ребята, будьте внимательнее, все, все, все. Признаю, все, я вижу. Варшавец, приговор. Я всегда считал шпионаж печальной необходимостью, или, выражаясь более резко, необходимым злом, навязанным государством, их же собственным соперничеством, конфронтацией войнами или угрозой войн. И дело это скорее достойно сожаления, чем прославления и возвеличивания. Джордж Блейк. Начиная с 30-х годов, Советский Союз располагал мощной разведывательной сетью в Великобритании. Некоторые из агентов занимали ключевые посты в правительственных учреждениях. От них поступала секретная информация о деятельности самых важных ведомств и министерств. Однако в 1951 году английская контрразведка выходит на след наиболее ценных советских информаторов. Под подозрение попадает один из руководителей разведслужбы Secret Intelligence Service Ким Филби. Двое его ближайших друзей вынуждены бежать. Журналисты забрасывают Филби вопросами. Это вы являетесь третьим? Нет, не я. Филби не арестуют. Но его лишат ответственного поста и отправят на пенсию. Знаменитая кембриджская пятерка. Гай Бёрджес, Джон Кэрнкросс, Энтони Блант, Дональд Матлин, Ким Филби. Все они к этому времени окажутся не у дел. Трое будут вынуждены скрываться в Москве. Руководству советской внешней разведки требовались новые люди, способные поставлять секретную информацию из Великобритании. Особенно из спецслужб. И такой агент скоро появится. Это произойдет через два года после увольнения Филби из Secret Intelligence Service. Самые высокие оценки заслуживает Блэйки. Это был, конечно, один из, как говорят, самых ценных агентов советской разведки. Владимир Семечасный, председатель КГБ СССР в 1961-1967 годах. Джордж Блэйк, офицер британской разведки Secret Intelligence Service. Он же агент советской разведки. Одну из наиболее громких операций с его участием ЦРУ назовет золото, а КГБ – туннель. Даже резидент КГБ в Берлин не знал об этой операции. Главнокомандующий советских войск в ГДР не знал об этой операции. А почему была такая закричность? Потому что советская разведка и руководство разведки считало, что я потенциально очень важный агент. Берлин 1945 года представлял страшное зрелище. Город лежал в руинах. По нему бродили голодные люди в поисках пищи. Нескоро еще здесь установится нормальная жизнь. Город сразу же поделит на оккупационные зоны со своими правилами и порядками. А с началом Холодной войны он превратится в долговременный очаг напряженности. Позже здесь возведут знаменитую стену, разделяющую восток и запад. С пограничниками и собаками. Тем, кто захочет рискнуть, непросто будет преодолеть такую преграду. Но это будет потом. А пока еще граница обозначена лишь транспарантами. Вы выезжаете из американской зоны. Нигде два мира не соприкасались так близко. Именно поэтому город станет ареной конфронтации различных спецслужб. Здесь, в Берлине, в 1955 году, начнется одна из самых грандиозных операций Холодной войны. Берлинский туннель. Корея, 1950-й год. Блейк прибыл в Сеул незадолго до начала этой жестокой войны. Прибыл как резидент британской разведки, работающий под дипломатическим прикрытием. Тогда предполагалось, что Англия не вступит в войну. И Блейк даже в случае падения Сеула сможет информировать о развитии событий. Но все случится иначе. Он уже никогда не сможет забыть ужас происходившего. Видеть и знать, что твоя страна имеет к этому отношение. Для человека, воспитанного на христианской морали, происходящее стало большим потрясением. В Америке, Англии, Франции, и все там другие страны, Турции, еще много других, под эгидом, под флагом Объединенных Наций, начинают войну против Сеулной Кореи. Но мы уже не могли никуда уехать. Тогда Блейку было 28 лет. И так получилось, что мы были интернированы уже сразу после того, что северные войска заняли город Сеул. Европейская и американская молодежь, отправленная в Корею устанавливать ценности своей цивилизации, так безоглядно и жестоко разрушала жизнь народа, даже не рассчитывая на прощение. В плену у Блейка было много времени для раздумий. Здесь он читает капитал Карла Маркса. Идеи марксизма кажутся созвучными его христианскому мировоззрению. Здесь, в плену, он принимает главное решение в своей жизни. После освобождения из плена он возвратится в Лондон уже советским разведчиком. Англия тепло встречала своих соотечественников, возвращающихся из корейского плена. Для многих они стали национальными героями. И Блейк был одним из них. В сентябре 1953-м году будущее уже связано с советской разведкой. Я был назначен заместителем начальника специального отделения СИСА, английской разведки, который назывался отдел ИГРЭК. Отдел ИГРЭК. Подразделение английской разведки. Занимался тайным прослушиванием и дошифровкой телефонных переговоров. Этот отдел занимался обработкой продуктов, полученных от подслушивания советских телефонных линий в Австрии. Вена управлялась совместно державами-победительницами. Советские коммуникации подчас соседствовали с английскими учреждениями. Прорыв в несколько коротких туннелей англичане подключились к советскому телефонному кабелю. Дело в том, что в Вене резидент, который, его фамилией был, Питер Ланн, обнаружил через его агентуру в Венской телефонной службе, что некоторые советские линии и кабли шли недалеко от английских утверждений в Вене. Отдел игрок передавал информацию Министерству обороны. Английское министерство обороны сразу очень высоко оценил эту информацию, потому что, как я уже сказал, это было очень общенно и достоверно. Сделали копии для Вашингтона, чтобы все смог, как сказать, сказать, что мы тоже можем достать очень ценную информацию, ее вроде так продать, можно сказать. И я сделал копии этой бюллетене каждый раз для Москвы. Москва была в курсе всех операций отдела «Игрок». Алло, Андрей. Здорово. Здорово. Слушай, здесь проблемы. Что у тебя? Причем. А? Причем. Я только из отпуска. Да? А где ты был-то? В Сочи. С уходом советских войск из Австрии прослушивание прекратилось. Питер Ланн был назначен резидентом в Берлину. Он решил повторить здесь австрийскую операцию. Но Берлин был поделен на зоны. Это создавало определенные трудности. Чтобы добраться до советского телефонного кабеля, который проходил вдоль этой дороги, нужно было вырыть туннель длиной более 500 метров. Надо было строить этот туннель от американской территории. Но поскольку американцы уже знали о успешности этих операций в Вене, мне было трудно их убедить, что было бы очень выгодно и очень обещающе совершить такую операцию. Для этого цели высокопоставленные офицеры ЦРУ приехали в Лондон. Из-за особой секретности на совещании в Лондоне присутствовал очень узкий круг офицеров разведки. Я работал как вроде секретар этой маленькой конференции и писал все, что было там сказано. В следующей встрече с моим советским куратором я ему мог передать план этого туннеля. Как он, откуда он должен идти, каким кабелем он должен быть сделан подключение и вообще и потом тоже фотографировал вот протоколы этой конференции. Получив такую важную информацию, резидент советской разведки в Лондоне немедленно отправился в Москву для доклада председателю КГБ. В Комитете Государственной Безопасности к сведениям о строительстве туннеля отнеслись очень серьезно. Решено было доложить об этом высшему руководству страны. Три недели спустя мы снова встретились и он сказал, что в Москве конечно были очень заинтересованы в этом, очень так сказать были удивлены можно даже сказать масштабы этой операции и но решили ничего не делать не мешать пусть там строят и потом видно будет. Сначала недалеко от границы американцы возвели большие ангары. Затем под прикрытием этих ангаров они начали рыть туннель. англичане оснастили туннель своим оборудованием и подсоединились к советскому телефонному кабелю. Началось прослушивание. Алло, Миша, это ты? Да, это я. Когда к нам комиссии приедем? Подожди, не знаю пока. Из огромного количества записей выбиралась ценная информация. Алло, Лена? Да. Нашу часть отправляют в Союз и всех офицеров операцию советское руководство использовало в своих целях. Главный цел во время холодной войны для разведок обеих сторон было вернуть первые признаки какого-то намерения нападать на другую сторону. и главный цель со стороны американцев и англичан в произведении этой операции с туннелем было чтобы именно выявить в советских войсках которые были на передовой линии в ГДР выявить первые признаки возможного нападения на запад но поскольку у советской стороны не было такое намерение то им было нечего скриваться то есть было даже выгодно это донести до другой стороны даже выгодно было довести до сознания западной стороны что у советских советский союз не было намерения напасть на на запад пожертвовав тактической информацией руководство СССР решало большую стратегическую задачу важно было не вызвать у американцев ни малейшего подозрения в достоверности информации и конечно нельзя было допустить чтобы хоть какое-то подозрение пало на блейка советские стороны об этой операции знали не больше людей чем можно считать на палцах одной рукой включая Хрущев который тогда был генсек слушаю девушка следите меня с Москвой 5 23 16 соединяю в апреле 1956 года решено было прекратить эту операцию под предлогом ремонта кабеля ничего не подозревавшие связисты наткнулись на ответвление разразился международный скандал обнаруженные подземные сооружения продемонстрировали иностранным и советским журналистам это стало сенсацией о берлинском туннеле писала вся мировая пресса цру была вынуждена оправдываться я никогда не действовал в своих интересах и тогда когда мои поступки были направлены непосредственно против моих коллег хочу добавить только одно нет ничего хорошего в том что приходится обманывать тех кто тебе доверяет мне это никогда не нравилось и не доставляло удовольствия шпионаж мне представляется печальной необходимостью Джордж Блейк но в мире в котором творится несправедливость в мире где идут жесточайшие войны ради спасения детей женщины стариков приходится прибегать и к обману и не важно на какой войне и в какое время тот кто пропустил это через свое сердце готов пойти на многое когда политические ситуации были сложные но с другой стороны было важно все валить на американцев потому что в это время Хрущев и Бурганин были в Лондоне и королева должен их принимать и конечно это было нежелательно тогда иметь какой-то скандал и поэтому все совпало и мой интерес так сказать и интересы дипломатические но я должен сказать что я был предупрежден заранее об обнаружении этого туннеля и конечно я был немножко нервозный это понятно как к чему это ведет но я должен сказать это было сделано так блестяще что комиссия которая была потом сразу утверждена чтобы обнаружить причины обнаружения туннеля они пришли к полному полностью к заключению что это было естественные неполадки в результате сильных дождей и поэтому никто меня не подозревал и я мог еще много лет продолжать работать господин блэк можно считать эту операцию у нас она чаще именуется как тоннель а у американцев как операция золота можно ли считать участие в этой разведной операции в вашем одних самых крупных достижений как советского разведчика я думаю да наверное мне очень трудно судить но я думаю наверное да мне так кажется тоже он собирался еще долго работать но через пять лет произойдет провал выдаст его вот этот человек Михаил Галиневский кличка снайпер бывший заместитель руководителя польской разведки в 1959 году сбежал в США и начал сотрудничать с ЦРУ именно Галиневский передаст информацию которая позволит подозревать Блейка как двойного агента В это время Джордж Блейк находился в Ливане изучал арабский язык его готовили для работы в одной из резидентур на Ближнем Востоке у него складывались блестящие перспективы срочный вызов в Лондон был неожиданным мне казалось это с самого начала очень странно и я связывался с моим куратором в Ливане который очень я там редко встретил потому что я не был на оперативном работе и ему рассказал об этом внезапном вызове и спросил у него нет существует ли какие-то причины почему это могло быть он сказал что он узнает связывается с Москвой и через день мы снова встретили и он сказал что нет никаких причин подозревать что-то неладное Джордж Блейб вылетает в Лондон он гонит прочь все сомнения отказывается верить собственному предчувствию я мог бы убежать тогда в Дамаск в Сирии это было совсем рядом у меня был паспорт машина все никакой трудности нет но решить на такой шаг прекратить работу без абсолютной уверенности что опасность есть а только на основании какой-то подозрения я не хотел взять на себя такая ответственность я решил ехать Блейк прибыл в Лондон в назначенный срок в первый вторник после пасхи в 10 часов утра он явился по указанному адресу и сразу же попал на допрос допрос был это были мои коллеги три из моих коллег которые я хорошо знал они меня хорошо знали и этот допрос начинал можно сказать издалека и постепенно они приблизились к тому что они меня обвиняли в том что я работал на Советский Союз и я это отрицал и короче говоря это продолжалось это продолжалось в течение трех дней они меня отказали они меня обвиняли а я отрицал вы чувствуете что у них нет доказательств я чувствовал по всяким вопросам что у них постепенно я чувствовал что у них есть очень по-моему что у них было основание этого это дело такое обвинение тогда Блэйк не знал что в соседней комнате была установлена звукозаписывающая аппаратура и его коллеги по вечерам тщательно анализировали материалы допроса вы могли держаться до конца говорить на каждый вопрос нет и нет ну что я и сделал но я все это конечно не знал я не знал какие у них есть основания и но я тоже знал что с другой стороны они не начинают меня обвинять если у них никакого основания нет это было бы исключено но какое основание у них было я не знал но знал что есть и вот мы продолжали в течение трех дней я был свободен я мог ехать домой ну моя жена была еще в ливане но я ехал к моей матери которая жила в романе каждый вечер джордж блэйк возвращался в квартиру своей матери утром снова появился и начинал снова допрос ну достаточно так доброжелательно но я продолжал отрицать однако чувствовалось что допрос ведется по хорошо разработанному плану с каждым днем задавались все более неприятные вопросы в конце третьего дня они обменяли свой подход и стали сказать что ну они все понимают что я был в плену в Корее у северных корейцев во время корейской войны что там меня питали и что я был что меня заставили признать что я был сотрудником английской разведки и что меня потом шантажировали и что по этой основе я стал работать на Советский Союз и тогда у меня вдруг я даже это может быть и не совсем понимаю как это было вдруг я сказал нет никто меня не питал никто меня не заставлял но я сам предложил свою услугу свои услуги и я это я это вот тогда объяснил почему я это сделал английская правосудие приговорит его к 42 годам лишения свободы Блейка возьмут под стражу 12 апреля 1961 года в этот день в стране на которой он работал был большой праздник 12 апреля в течение 12 апреля в Союзе в Союзе первое в мире корабль человека на парку как писали в газетах Блейк получил погоду за каждого сданного им агента однако сам он считает иначе я не отрицаю что действительно рассекретил перед советской разведкой многих агентов но не 40 как предполагалось а почти 400 но пусть кто-нибудь назовет мне хоть одного казненного многие из них сегодня активно участвуют в демократических движениях в восточноевропейских странах я передал их фамилии твердо знаю что они никак не пострадают это было моим главным условиям в работе Джордж Блейк тюрьма Вормвуд скрабс именно здесь ему предстояло провести 42 года в этой тюрьме он встретится с другим советским разведчиком которого как и Блейка выдал перебежчик из Польши вот этот человек Михаил Голиневский к сожалению у предателя была точная информация Конан молодый разведчик нелегал известный в Англии как Лонсдейл приговорен к 25 годам заключения не знаю что произойдет но уверен что мы с тобой скоро будем стоять на Красной площади во время парада это скажет Блейку молодой гуляя по тюремному дворику и его предсказание сбудется Конана молодого обменяют на английского разведчика винно а Джордж Блейк убежит из тюрьмы Вормунд скрабс перемахнув вот через эту стену бесчеловечный приговор вызвал к нему сочувствие других заключенных нашлись и такие которые захотели помочь выйдя из тюрьмы они организовали побег вот в этом автофургоне в специально оборудованном тайнике Блейка вывезут из Великобритании были закрыты все аэропорты в Лондоне все все порты морские все было понимаете взято под контроль все их же вывезли в машине причем под сидением там понимаете где-то и прочее и потом уже они оказались у нас это в общем-то это мы уже когда он дал о себе знать уже мы его вытаскивали из Германии в Германии Блейка восторженно встретит коллеги из первого главного управления КГБ вскоре он прибудет в Москву вы лично с ним встречались когда он прибыл в Москву в Москве да это была наша конспиративная квартира где-то на улице Горького получил я ему ордена благодарность объявил все по порядке ордена ордена орден который он уже был награжден до этого до этого понимаете они хранились в Москве да они хранились он же ведь работал без заплаты мы же ему ничего никакого гонорара не давали он работал на понимаете как говорят на идеологической основе до сих пор еще нельзя рассказать за что Джордж Блейк получил все свои награды но операция туннель конечно была отмечена вошел с таким большим доверием в наши службы и в наши органы что просто понимаете ну это было бы даже ну я думаю неестественно если бы мы чуть-чуть проявили к нему сомнение и какое-то недоверие и взяли бы это понимаете посадили бы его под колпак начали бы понимаете следить наблюдать проверять перепроверять нет вот я даже вам скажу что мы по отношению к нашим которых мы обменяли мы некоторые из этих приемов которые я сейчас называл мы делали а по отношению к Блейку нет Господин Блейк а вот ваши родители о какой карьере для вас мечтали кем они вас хотели видеть ну мой отец умер когда мне было 12 лет и поэтому по-моему он тогда я еще не думал о моей карьере а моя мать она тоже оставили это мне что я хотел сам быть и никогда не в этом отношении не вмешивали и я не стал разведчиком потому что я это специально выбрал потому что мое намерение было стать пастырем голландской реформаторской церкви и если не было вторая мировая война то наверное так и было бы но он не стал пастырем и он а и Блэйк родился в Голландии. После оккупации этой страны фашистами, он становится участником сопротивления, курьером подпольной организации. Его арестовывают. Он бежит в Англию и поступает во флот. После войны Блэйк становится профессиональным разведчиком Secret Intelligence Service. Но потом будет Корея и решение о сотрудничестве с советской разведкой. Потом будут арест и тюрьма и снова побег. Блэйк доберется до Москвы, где у него начнется новая жизнь. Он и сегодня остается верен делу всей своей жизни. Разведке. Пока существуют конфронтации соперничества между государствами, пока есть армии и угрозы войны, шпионы будут необходимы. Конечно, лучше, если это возможно, быть капитаном на мостике, чем кочегаром в трюме. Но оба нужны, чтобы корабль шел вперед. Шпионы подобны кочегарам. Джордж Блэйк КОНЕЦ 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 Существуют воспоминания, которые остаются на всю жизнь, от которых зависят наши мысли и наши поступки. Такое он никогда не сможет ни забыть, ни простить. И не важно, в какой войне и в какое время. КОНЕЦ Существующие КОНЕЦ Существует КОНЕЦ ЧИТО КОНЕЦ Продолжение следует...